Хмм, таинственный артефакт Shadowheart. Что же это такое? Любопытная, богато украшенная коробочка, а на её многочисленных гранях видны неразборчивые символы. Рассмотрите его внимательнее. Нужно десяточку, у меня двадцаточка, отлично. Ты не видишь никаких отверстий, но чувствуешь, что внутри что-то есть. Ну-ка, а если попытаться взломать его? Никаких результатов. А если бросить на землю? Ай, колется. Ну ладно, тогда пока уберём. Я смотрел в предыдущем сражении с капитаном, жалко, что некоторые его проходили, убивая, короче, Shadowheart и Лазаэль. Причём, Shadowheart убивая вообще с концами, то есть, чтобы забрать у неё артефакт, там ещё какие-то ништяки. Это, конечно, без комментариев. Какая-то прям... Ну, то есть, сколько сюжета теряется из-за этого уникального. Так, перейдём к прокачке нашего паладина, тёмного желания. Уровень 2. Смотрите, автоматически повысилась жизнь, что критично. Автоматически нам дались некоторые новые способности. Отлично. То есть, их мы не выбираем, просто они нам даются. А вот боевой стиль мы как раз выбираем. Двуручное оружие я не буду брать, потому что у меня есть Лазаэль, это Гитьянка, у неё двуручное оружие уже. А паладин, это изначально такой танк, который должен впитывать урон, соответственно, у него должен быть щит. И я уверен, что там будут выпадать всё равно уникальные щиты, тем более на максимальной сложности. Охрана ситуационная, но неплохая. Защита тоже это на впитывалку урона, но всё-таки я больше люблю наносить урон, а не впитывать. И стараюсь во всех играх именно, чтобы как можно быстрее убивать врагов, поэтому я выберу дуэль. Это с одноручным оружием мы будем наносить дополнительно 2 единицы урона. По-моему, это полезно. Как раз у нас будет одноручное оружие, потому что у нас будет щит. Отлично, паладинов качали. Теперь качаем жреца, то есть Shadow Heart. Ага, но тут можно выбрать подготовленные заклинания, а точнее их заменить, они уже по умолчанию у нас выбраны. В принципе, мне нравятся предопределённые вот эти заклинания, я их и оставлю. Отлично. Следующим этапом я всем дам оружие дальнего боя, оно может пригодиться. Быстро переключаться на него на клавишу F, английскую. Shadow Heart тоже нужно передать. Вот тут дать Shadow Heart. Давайте ей тоже экипируем, два раза быстро щёлкайте и экипируется так. Итак, как менять подготовленные заклинания в Baldur's Gate 3, такой гайд в прохождении у нас, значит. Нажимаем Tab и заходим во вкладку заклинания. Вот здесь вот подготовленные, что у Shadow Heart, что у моего основного персонажа. Здесь вот можно по вкладкам перемещаться общие, вот сюда вот ответные действия, типа атаковать или нет, потому что будут попадаться враги, которых лучше не атаковать ответственным действием, там это можно отключить. Здесь всякие общие действия, например, у меня есть несмертельная атака, чтобы не убивать. Могу переключиться на несмертельные атаки, то есть. Ну, пройдём к заклинаниям, например, Shadow Heart, я захочу что-нибудь там создание или уничтожение воды, да. Например, вот убираю благословение вот так и щёлкаю на создание или уничтожение воды, всё. Она теперь у меня вот здесь в заклинаниях. Я теперь её могу кастовать, отлично. Ну и, собственно, я себе тут выставил атакующие заклинания и заклинания, дающие бонус к атаке, чтобы, может быть, попробовать так играть перед атакой, какие-то бафы накладывать. Но я не уверен, что они по длительности, конечно, вывезут, но посмотрим. Просто я не хочу делать ставку на исцеление, я хочу делать ставку на урон. Так, следующий это режим скрытности, сейчас попробую его использовать в битве. Смотрите, там дальше соперники, если я просто в тупую пойду, они мне внесут сразу дамаг, там могут пол-хп снести и так далее, довольно серьёзные. Значит, переход в режим скрытности. Вот здесь вот находится, можно сюда щёлкать, а можно быстрые клавиши использовать Shift-S. Вот так, выкол. Также, если у вас кто-то хороший стейлсер, а кто-то плохой, вы хотите хорошего пустить, допустим, одного, там, для разведки, или чтобы он кого-то втихую попробовал снять, или ещё что-то, то группу также можно разделить, чтобы за вами никто не следовал, не мешался, либо на клавишу G. Так. Переходим в режим скрытности, залезаем вот сюда вот. И начнём их потихоньку снимать. Shadow Hat тоже сюда залезла. Так, ну и начнём с арбалета. Кстати, несмотря на то, что арбалеты у нас одинаковые, у нас же одинаковые, а, нет, не одинаковые нихрена, смотри-ка. Нет, подожди. Арбалеты одинаковые, действительно, вот я передал их ей, и, видите, в, так сказать, женских руках урон уменьшается. Ну, понятно, у нас там статы разные и всякое такое. Так что я буду делать первый выстрел, потому что я нанесу больше всех урона. Плюс я себя сейчас, может быть, забафаю. Всегда он восстанавливается на коротком привале. Короче, всё. Короче, баг. С различным уроном. Смотрите, что происходит. Вот, я сейчас выбрал оружие ближнего боя, да, переключился, и у арбалета у меня урон 4.11. Как только я переключаюсь обратно на арбалет, всё, урон падает. Опять переключаюсь на это, урон опять взрастает. Переключаюсь на это, падает. У Shadow Hat такого нету. Ну, по сути, короче, у меня на самом деле получается такой же урон с арбалета, как и у неё. Разницы нет, так что... Так что, начнём. Похоже, что вот этот перк на дуэль, на урон переносится просто и отображается неправильно на арбалете. Хотя там только на оружие ближнего боя он распространяется. Ну-ка. Изен Виза начал. Захватил врасполох. Но не ваншотнул. Печалька. Так, а Shadow Hat теперь может тоже ему как следует нападать? Я вот думаю, чем лучше, вот этим? Или вот этим? Давай огненным тогда. Отлично. В общем, по мне двумя атаками промазали, по Shadow Hat попали. В принципе, оно не удивительно. Наверное, стоит мне вступить в ближний бой. Пусть лучше меня атакуют. Один готов. Подходите в очередь. Так. Кого бы следующему? Начинаю фокусить того, у кого меньше хп. Блин, у меня 95% шанс попасть. Ты ж не шути так со мной. Маловато. Ну. Ладно, пофигу. Потом короткий привал уже у меня должен быть. Я использую новое заклинание. Вызов на дуэль. Чтобы эту Shadow Hat. Вроде, вроде применился. Если он будет ее атаковать, то у него штрафы, промахи должны быть. Так что давай иди ко мне, а не к Shadow Hat. Я твой противник. Переключаемся на оружие ближнего боя. Вот и завтра посмотрим, как это работает. Будет ли промах. Да, он действительно переключился на меня. Действительно стал атаковать меня. Ой, а то, что я тут залезу, он меня не перехватит? Нет. Вдруг него. Опа. Добивайте. Ты хорошо дерешься. Возможно, наше выживание не такая уж туманная перспектива. Да вы что? Мозжечок пожирателя интеллекта. Эликсир психической устойчивости. Так. Похищенный аристократ. Всякая фигня. Бледная мята. Серебряный медальон. Но это очевидно на продажу. Рапира. Кстати. Кстати, у нее урон, как у меня. А тип урона. Тип урона другой. Можно смотреть. Но вот у этих не было каких-то уязвимостей. Но там у определенных врагов могут быть определенные, допустим, сопротивления. Может быть к молоту, к дробящему у кого-то будет сопротивление. А к колющему, наоборот, уязвимость. Ну или наоборот, соответственно. Вот. Надо посматривать на это. Очень удобно тут на клавишу T английскую. Просто нажимаешь и смотришь. Поверхности. Вы наступили на поверхность, которая может стать опасностью. Под воздействием таких стихий, как огонь или молния. Большинство таких поверхностей можно смыть водой. Прикольно. Да, она взрывается. Я это уже знаю. Точнее, загорается. Череп. Зелень лечения. Сундук. Ядро. Необычное покрытие. Используем в данный момент оружие ядом. Когда вы попадете по противнику, кто должен пройти испытание выносливости. Тринадцать или он станет отравлен и уснет. Так. Ну а я теперь на распутье. Куда мне идти? Прямо или налево? Давайте попробуем. Ключевое слово. Налево. А там, может быть, изменю я свое решение. Если что-то. Если на кого-то нарвемся. Ящики тут лутецкие. Воровские инструменты. Натуральную величину. Теперь могу. О, лютня. Но у меня нет умения. Ну нет, я не могу все равно взламывать. Потому что у меня класс не тот. Посмотрим. Лады идем далее. Все закоулки. Все изучаю. Что-то странно. Здесь что-то должно быть, наверное. Просто растение. Доступен рецепт зола бальзами. Какие тут птички чирикают. Опа. Опа. Первый секрет. Смотрите. Вот сюда можно спрыгнуть и там что-то будет, наверное. Так. Я еще и слышу, как... Опа. Вот он. Я правильное направление выбрал. Скорее, я загнал в ловушку одну из этих мозготварей. Вон там, в траве. Ты сможешь ее убить? Остальных ты сумел? Легко, отойди в сторонку. Сам убивай. Судя по виду, тебе это вполне по силам. Ну, кстати, реально, сам убивай. Че он... А я-то рассчитывал на твою доброту? Что ж, ладно. Ха-ха-ха. Круто. Ну-ка, попробую ловкость. Так, ловкость у меня... Плюс три от сила. Давай... Да, сила. Да, е-мое. Я вспомнил аниме-сериал. Ну, вот из-за этих кубиков неудачливых. Называется «Вокс-машина». И, в общем, там есть сцена. Но это не спойлер. Вы все равно, если не смотрели, забудете уже к тому времени. В общем, когда супер, вообще лучший там вор в мире. Там, самый крутой. Там, с невероятными способностями. Там, высокими. Там, которые все может взломать. Отпереть там всякие гробницы. И он просто обычную дверь не может взломать. Он ее там взламывал очень много часов. Пока его союзники там без него уже справились через черный ход. А смысл в том, что эта анимешка, она писалась по реальной ДНД игре. То есть, в которую там играли люди. Там какие-то знаменитости по карточной. И там действительно такая сцена была. Вот. Ну, то есть, это действительно от кубиков такое бывает. Что каким бы ты крутым прокачанным ни был, даже если. Тебе просто тупо не повезет. И все. И он там пытался, пытался снова. Так, все. У меня получилось. Я тебя видел на корабле. Ты там спокойно разгуливал, пока я был заперт в капсуле. Что вы со мной сделали? Ты и эти уроды с щупальцами. Так, ты все неправильно понял. Меня они тоже похитили. Убери нож, и тогда, может, и поговорим. Я тебе ничего плохого не сделал пока что. Так, ты все неправильно понял. Меня они тоже похитили. Я не идиот. Я видел... Ох. Твой разум содрогается. Ты смотришь на мир чужими глазами. Кругом темные, людные улицы. Ты пытаешься уцепиться за это воспоминание, но оно тает. Свет. Страх. Это что было? Что происходит? Это мозгоедская личинка на нас соединила. Честно, я без понятия. Убери нож, дай тебе все расскажу. Это мозгоедская личинка на нас соединила. Червяк. Ну, конечно. Это многое объясняет. Хоть как-то. А я-то собирался украсить окрестности твоими кишками. Приношу свои извинения. Нет, извинения. Тут я тебя не виню. Я сам подумывал тебе кишки выпустить. О, родственная душа. Одобряет. Шедухат одобряет. Меня зовут Астарион. Я был во вратах Балдура, когда эти твари меня зацапали. Все, что тебе нужно помнить, это то, что не стоит поворачиваться ко мне спиной. Рассказать ему о крушении личинки и твоем пострадавшем мозге. Я сейчас не в лучшей форме, но я думаю, что меня зовут Соул. Ну, давайте ему расскажем все. Надо же, какое приключение. Так удалось тебе что-то узнать про этих червей на корабле? Да, к сожалению, они превратят нас в алетидов. Превратят нас в... Ну, конечно. Паразит превратит меня в чудовище. Как же иначе? Но пока этого не случилось, если мы отыщем спеца, кого-то, кто способен контролировать этих тварей, мы выгадаем время. Контролировать от паразита надо избавиться. Да, да, со временем, безусловно. Но давай по порядку. Почему бы тебе не пойти со мной? Вместе у нас больше шансов. Знаешь, я думал совсем разобраться один, но, возможно, влиться в стадо не самая плохая идея. И всякий, кто способен обрушить на землю корабль мозгоедов, а потом с него уйти своими ногами, не самый плохой попутчик. Ладно, я согласен. Веди. Белокурый. Он оказывается рядом, и в своем сознании танцуют образы очень привлекательного трупа. Ваш отряд отображает сбоку экрана. На портретах показывает здоровье и состояние ваших персонажей. Если хотите разделить отряд, тащите портрет друг от друга. Да, кстати, тоже можно и так вот их разделять. Как вариант. Ну, у Стеориона уже есть воровские инструменты. Давайте его тоже прокачаем. Уровень 1, он плут у нас. Так. Плут второго уровня. Че им... А, тут вообще ничего мы не выбираем. Просто увеличено здоровье и все. Ну ладно. И на том спасибо. Че-то на обратном пути я вижу напуганного кабана. Ну-ка... Ну-ка... Подожди. Неужели надо его... Так, он убегает. Можно ли как-то... Это нужен кто-то, кто поговорит с животными, наверное. Но... Типа друида. Но у меня пока таких нету. Наверное, лучше к нему не подходить, иначе я сейчас что-нибудь запарю. Надеюсь, он потом никуда не денется. Но... Хотя можно посмотреть, че сейчас будет просто. Ну, блядь, за кабаном что-то будет делать. Дрессировка. Поднять руки, чтобы успокоить кабана. Слушай, а у кого тут какая дрессировка-то? Ну, давай попробуем дрессировку. У меня сразу один свыпало. Кабан срюкивает и смотрит на тебя с подозрением. Шэдоу Хат одобрять это. Успокойся, я тебя не трону. Попробовать молча подозвать кабана поближе. Ну-ка, успокойся, я тебя не трону, что ли сказать? Не, молча подозвать, может его попробовать. Кабан неуверенно перетаптывается, потом срывается с места и исчезает. Не, не, не то. Так, а если успокойся, я тебя не трону? Все равно то же самое. Печалька. В общем, я пока не буду трогать кабанчика, потом, когда появится друид, надо сюда будет сходить. Или тот, кто умеет разговаривать с животными. Так, лезем в секретную пещеру, пусть Астарион... Ох ты, они, они даже без приказа лезут. За ним следуют. Что тут у нас? О, природа успех. Вокруг этого камня в грязи глубокие отпечатки. Потертый камень. Видите, двое Астариона и Шадоу Хат не смогли, а у меня восприятия хватило. Нельзя добавить в инвентарь. Так его не надо добавлять, его надо переместить. Опа. Опа! А за ним сундук. Тут же, да, можно предметы перемещать. Блокнот арфиста. В этой потрепанной книге собраны различные случаи оскорбления чувств верующих и святотатства, происходящие вокруг. Рубин. Карта арфистов. Карта, которая знавала лучшие времена. Впрочем, недавние пометки свидетельствуют о том, что она все еще используется. Печатью с луной и арфы искрапленные. Часто упоминаются всякие, понятно, секты. Грязная и стрепанная карта прошла через множество рук. Область под названием лунные башни, помечена маленькая арфа. Я лез поблизости знаком полумесяца. Под полумесяцем свежая надпись тайник. Значит, в лесу рядом с лунными башнями какой-то тайник есть. И может быть только теперь я его найду, из-за того, что я этот нашел. Не знаю, но ладно. А, так он на карте, что ли, даже отметился тайник. Так, насчет меню лагеря и отдыха. Сейчас попробую. Я также читал, что в Baldur's Gate, вне зависимости от всего, можно абсолютно не торопиться. То есть, вроде бы, как здесь в игре нету каких-то квестов с таймером. Вот с глобальным, я имею в виду. Понятно, что бои есть с таймером. Ну, как, типа, с командиром жалко, там, 10 ходов или 8 и дыш. Вот. Но это мы сейчас не в бою находимся. То есть, вот так вот, вроде бы, можно отдыхать сколько заблагорассудится. А, ну вот тут еще зависит от того, сколько у нас припасов. И можно использовать короткий привал, это восстановит 50% здоровья. Давайте используем короткий привал. Я ShadowHat чуть-чуть исцелю. И попробуем короткий привал. О, огонь. Лучше хоть какой-то отдых, чем совсем никакой. Отлично, все, все исцелились. Так, идем далее. Еще один мертвый летит. Так, это здесь я эти мозги вышиб. Хорошо, значит, возвращаемся. Отлично. Можно вот сюда. Следы. Возможно, после крушения уцелел кто-то еще. Что с этой руной не так? Нестабильная она какая-то. Дохлый гобльный, надо проверить. Может, что полезное найдется. А может, это засада. Где Дохлый гобльный? А, вон. Так, круг древних знаков. Я его активировал же. Ты подходишь к символу на камне. Магия сверкает и хаотически вихрится над ним. Как будто там что-то не в порядке. Это выглядит слегка небезопасно. Коснуться символа. Гейл, руку? Кто-нибудь? Ну, я просто хочу это проверить. Представить, как приятно было бы отрубить эту руку. Эта ветвь плоти так и просится, чтобы ее отрезали и вкусили потекшего сока. Во имя Векмистры. Прошу тебя, остановись. Прекрати это безумие. Стоит видением пересечь порог твоего воображения, как ты приходишь в себя и осознаешь, что они воплотились в реальность. Ты любишь удивлять, да? Тебя переполняет радость, но у телоида у тебя не было ни сил, ни желаний. Но теперь тебя переполняет жажда и жизнь. Жесть. Сол получает вдохновение. Давая волю аппетиту. Еще опыт за это она не числяет. Офигеть. Получен предмет отрезанная рука Гейла. Жуть. А, ну вот, тут вдохновение. Вот у меня тут поддаться темному соблазну. Так. Вот она рука Гейла. Уцелевшие пальцы на этой руке стали бледными, холодными и закоченевшими. Можно осмотреть. И Астрион что-то хочет сказать. По шиву выглядишь, ты явно не в себе и страдаешь. Совсем ошалевший. И как же тебя корчит, бедняжка? Мой разум наполняет жестокие желания, подавляя все остальное. Обычно благовоспитанные граждане держат такие мысли при себе. Но продолжай. Это жестокие мысли, они не мои. Меня как будто прокулили. А? Глубоко внутри меня какой-то голос повторяет снова и снова одно убийство. Похоже, жестокость тебе отсыпали щедрой рукой. Раз так, используй ее, выжми все, что можно. Не стоит отказываться от своей истинной природы. Ну, я, конечно, не буду руку ему отрубать, но было интересно посмотреть. Ну-ка, если спросить, кто ты такой? Самый обычный странник, застрявший между мирами. Вытащи меня, и мы сможем познакомиться, как подобает. Ну-ка, хлопнуть по руке, что будет? Вероятно, мне стоило прояснить. Руку помощи? Кто-нибудь? Подавить соблазн, отсечь коня ищность, схватить руку и потянуть. Ого, это еще и испытание, чтобы подавить. Критический успех. Вот так, давай, тяни. Ух, приветствую, я Гейл из глубокого Диа. Прошу прощения, обычно у меня это получается лучше. Не стоит извинений, с тобой все в порядке? Я некоторым образом потрясен, но в остальном рад нашему знакомству. Постой, да я же ведь тебя помню, не так ли? Если можно так выразиться. А ты тоже был на наутилоиде? Наутилоид это сейчас не важно. Как ты ухитрился застрять в этом камне? Не знаю, в точности, как это произошло, но корабль разлетелся на куски, и я внезапно оказался в состоянии свободного падения. Пока я летел вниз, наверное, смерть, я уловил некий проблеск поблизости от того места, где уже прогнозировал свою довольно неприглядную кончину. Проблеск этот, как мне удалось понять, был магическим по своей природе, я потянулся к нему словесным плетением и оказался там, где оказался. А ты, как тебе удалось уцелеть при падении? Ха, я взял на себя управление кораблем, благополучно посадил его и спас положение. Пожар у тебя за спиной несколько противоречит этому рассказу, но ты стоишь тут передо мной, и кто я такой, чтобы спорить? Как бы то ни было, если отставить в сторону героическое махание мечом, у меня есть неприятное подозрение, что твоя жизнь по-прежнему висит на волоске. На корабле тебе ведь тоже пришлось помимо воли стать жертвой внедрения инородного тела в глазную область, не так ли? Так-так. Этот паразит, которого в нас всадили, в курсе ли ты, что после крайней болезненной трансформации он превратит нас в свежевателей разума? Этот процесс именуется цереморфозом, и позвольте озаверить, его лучше избегать любой ценой. Ты случайно не жрец, не лекарь, не хирург? Или, может, ты умеешь ловко управляться с вязальными спицами? Ты явно достаточно знаешь о нашей проблеме, чтобы понимать, жрецы тут бесполезны. Обычно и да, но я надеялся оказаться в присутствии необычных, ты часом не из их числа. О, паладин! Я могу лечить простые раны и недуги, но удалить чужеродного паразита? Увы, нет, это уникальный ответ. Как мы уже выяснили, на это мало кто способен, не самое распространенное заболевание. Нам, несомненно, понадобится целитель и очень скоро. Как насчет того, чтобы и впредь помогать друг другу? Мы могли бы поискать лекаря вместе. Отличный план, присоединяйся ко мне, если хочешь. Превосходно! Общий паразит — отличная основа для дружбы. Ну или как-то так. Да, и прежде чем ты решишь, что берешь с собой в путешествие самого дурно воспитанного человека на свете, благодарю за вызволение меня из камня. Это было предусмотрительным проявлением доброты с твоей стороны, ибо у меня есть подозрение, что очень скоро я смогу вернуть тебе эту любезность сторицей. Унимая аппетиты, Сол получает вдохновение. А, я все равно получаю вдохновение, я все равно получаю опыт. Огонь. Хорошо. Так, во-первых, я круг активировал. Так, волшебник из глубоководья. Найден рунный круг. Это что это у него? Трусы. Нитерийская исподня. Потрескивают крохотные молнии. Но не мог же Гейл. Да нет, он не стал бы их зачаровывать. Ладно, давайте его сразу вкачаем. По-моему, тут максимум как раз четырех персонажей с собой можно таскать, не помню. Ну, здоровье, особенности класса, особенности подкласса и заклинания. Так, а это можно выбрать? Да, о, уже можно выбрать подкласс. Значит, это важный для волшебника второй уровень. Потому что для многих классов вообще на втором уровне ты или ничего не выбираешь, или почти ничего. С волшебником, конечно, намного сложнее. Но я подкласс выберу эвакацию. Насколько я помню, там потом можно будет изменить это как-то. В общем, пусть будет пока эвакация. Из заклинаний я возьму, наверное, пылающие руки и хроматический шар. Как я понимаю, можно будет местность, ну, поджигать. Хотя у меня есть и другие способы это сделать. Но все равно у волшебника. И также наэлектризовывать. Да, попробуем. Ну, подготовленные там в любой момент можно заменить. Я ранее показывал, как подготовленные заклинания менять. Так, ладненько, пойдем вот в эту сторону. Посмотрим, что там. Воровское лакомство. Доступен новый рецепт соли зонтика воровского. Так, тут есть какая-то часовня. В нее вход, но что-то они здоровые по уровню. Ну, точнее, у них второй уровень. Но хп-то у них больше, чем у меня. Какого фига? Может быть, пока не идти сюда. Так, разбитая в дребезги клетка. Поломана, должно быть. Она тут уже давно. Думаешь, это опасно? Конечно, опасно. Такая дрянь весь отряд Зору вырезала. Так, давай оставим ее тут. Чтобы ее гоблины нашли? Нет, заберем в рощу. А, вот Лайзель. Так. Давайте с ними поговорим. Давай ее тут бросим. Зору был прав. Желтая, как жаба, а только еще уродливее. Это дрянь опасна. Пусть ее гоблины прикончат. А если она сбежит... Как ты тогда... О, мы не одни. Огненный взгляд пленницы вызывает глухую боль в твоем черепе. Ее губы не шевелятся, но голос слышится ясно. Избавься от них. Она разозлилась. Не на шутку. Можно паладин обман. В вашу ловушку попался опасный зверь. Спасайтесь, я с ним разберусь. Мне не впервой. Либо убеждение. Опускай ловушку, эту тварь нужно убить, пока никому не навредила. А, я еще бонус могу добавить? Да не, мне не нужно. Я тут и так, думаю, справлюсь. Он прав. Если эта тварь шадоухат одобряет это, вырвется на волю, все окажутся в опасности, даже мы. Дамайз, хватит. Опускай ловушку и приготовь клинок. Подожди, а их можно не убивать-то? Последний шанс. Или ты со мной, или умрешь. Напасть на тифлингов, напасть на Лайзель. Блин, ну вы че? Я понял. Так, что если ей сказать, немного ли ты требуешь? Твои слова достигают ее сознания, хоть ты и не произносишь их вслух. Я просто ищу. Я знаю, что растет внутри тебя. И знаю средства от этого. Вспомни, как она хотела бросить меня умирать на наутилоиде. Ей нельзя доверять. В вашу ловушку попался опасный зверь, спасайтесь. Блин, то есть это единственный способ? А может кто-то другой, если с ними поговорит? Ну-ка. Просто мне кажется, это будет нарушением клятвы, а я бы не хотел прямо сейчас клятву нарушать. Да, похоже, за того же Гейла можно просто обмануть. Эта тварь опасная, бегом отсюда, оставь ее мне. И все. Это, наверное, лучший способ. Пока что. Сейчас еще попробую. Напоминаю, если вы первую часть не смотрели, я там объяснял, что в зависимости от того, кем ты начинаешь диалог, многое может измениться. Если за Шадоу Хат, то смотри, Гитьянки, ее нужно убить сейчас же. Она права, если эта тварь вырвется на волю, все окажутся в опасности даже мы. Жуть. Жесть, Шадоу Хат ее ненавидит. Ну-ка, а если в Тифлинга превратиться в Шадоу Хат? Ситуационное действие, общее обучение. В результате некоторых условий, характеристики, особенности или состояние, вам стало доступно действие. Оно останется на боковой части вашей панели быстрого доступа, пока эти условия сохраняются. Я изменил облик, сейчас попробую. Ну ладно, пусть за Тифлинга туда обманет, эта тварь опасна. Из Шадоу Хат плохая лагуния, пусть лучше Астрион. Отлично. Он прав, пойдем лучше проверим, что там был за взрыв. Гейл одобряет это. Взрыв, излагай подробности. А ты не слышал, лагерь аж содрогнулся, мы... И пошли вот посмотреть. Убеждение, мне отчаянно нужен врачеватель, где этот ваш лагерь? О, еще одно убеждение. Супер критический успех. К северу-западу, найди там Нетти, она любую рану исцелит, даже самую страшную. И смотри осторожно, тут повсюду гоблинские ловушки. Не мясо, пойдем. Хватит таращиться, спусти меня. Теперь, когда они нас не слышат, конечно. Слушай, а волшебное слово? Шадухат одобряет это. Никогда. Никогда волшебное слово не скажет. Смотри, слушай, гоблинов ты услышал раньше, чем увидишь. Так, во-первых, тут короткий лук. Гриб драконьего яйца. И, конечно, давайте ее спасем. Как тут? Куда-то надо пальнуть. А, вот сюда. А, с первого раза ее не это... Паразит еще не все твои мозги перемешал в кашу. Многообещающе. Но чем дольше мы медлим, тем больше он жирает. Мой народ знаком с лекарством от этой болезни. Я должна найти ясля. Ты пойдешь со мной. Берегись, она явно расценивает твою доброту как проявление слабости. Не позволяй ей манипулировать тобой. Ясли? Это что такое? Это сразу много. Инкубатор, учебный лагерь, приют. Устав Гитьянки четко говорит, будучи инфицированной личинкой Гхайка, мы обязаны обратиться к густью для очищения. Может, хотя бы спасибо скажешь? Ты предложишь виверни преклониться червям? Я предлагаю исцеление. Это сойдет за благодарность. Хорошо. Давай объедним силы, отыщем эти ясли вместе. У тебя в отряде нет места. Выгони самого слабого бойца. Подожди в моем лагере, там и поговорим. Хорошо, но помни мои слова. Гейл одобряет, Шадохат не одобряет. Твари с рогами что-то говорили про лагерь. Один из них, этот Зоро, видел Гитьянки. Где-то поблизости есть ясли. Я должна расспросить этого Зоро. От этого зависит наша жизнь. Я буду в лагере. Не заставляй меня ждать. Ну, я думаю, кого бы заменить. У Гейла, конечно, интересная предыстория, но я думаю, Гейла заменить. Но мы все равно будем его призывать в некоторые битвы. И все равно будут с ним квесты и его предыстории и так далее. То есть то, что в лагере, это не означает, что ничего не будет. То есть это просто влияет на то, кто будет говорить в те или иные моменты. Потому что Гитьянка такой персонаж для контраста. К тому же, как они Шадохат друг друга любят. Так, давай дальше туда пройдем, посмотрим, что там. А, ну тут все пути ведут опять сюда. Вот к этой хрени. Тогда пока в обратную сторону пойдем. Так, у нас тут вход в корабль преграждает огонь. Ну-ка. Потушим его. Опа. Как вам такое? А, вон там заодно убитые гоблины. Все, посмотрим, что там за фигня. Костя. Гоблинский эскемитар. Гоблинский лук. Сумка с припасами. Так, доизучаем корабль. Гляди, свежеватель разума, и он ранен. Эта тварь опасна даже раненой, надо быть осторожнее. Благодарю спонсоров канала на ютубе и Бустя. Приветствую нового спонсора, Сварок. Что же нам скажет и летит раненый? Ты приближаешься к умирающему чудовищу. Эта тварь тебя и похитила. Ты можешь прикончить ее прямо сейчас, но почему-то чувствуешь... Сострадание. Сострадание? О. Очень интересно. Нет, это неправильно отступить, податься чувству. Нет, тебе же полагается быть в ярости. Разве не так? Ну-ка, податься чувству, то что будет? Несчастное создание на пороге смерти. Но время еще есть. Ты жизнью готов пожертвовать, чтобы спасти его, вернуть ему здоровье. Но чувство вдруг пропадает. Видно, мысли существа обратились к чему-то другому. Интеллект сосредоточится на его мыслях, воспользоваться моментом вырваться. Ну, понятно, он контролирует разум. Пытается контролировать, точнее. Вот сейчас бы мой темный попутчик, как никогда. Темный соблазн пригодился. Нет, тебе же полагается быть в ярости. Разве не так? Да, ты чувствуешь ненависть. И за это заслуживаешь наказание. Тебя нужно выбороть и заставить преклонить колено перед этим созданием. Он ссорит в твоем разуме, заставляя полюбить его. Но чувство вдруг пропадает. Видно, мысли существа обратились к чему-то другому. Средоточиться на его мыслях. Так, пятнадцать. Ваши сознания сливаются, жаждая чего-то, чего больше нет. Внезапно твой разум вновь стискивает чуждая воля, принуждая тебя к подчинению. Ему требуется пища для выживания, и твое тело может стать ею. Податься чувству склониться, как для поцелуя. Мудрость всеми силами противостоять атаке на свой разум. Противостоять. Могу бонус, конечно, добавить. Да, нормально, сразу так. Чудовище обессилело и лежит неподвижно. В глазах подобных влажным оранжевым жемчужинам осталась лишь злоба. Отправить тварь на тот свет, либо пусть остается подыхать, смерть будет небыстрая. Может пусть остается подыхать, или он тут кого-нибудь еще отловит. Щупальца тварь и слабо передергиваются, ей уже недолго осталось. Ну-ка, если по приколу исцеления. Ваше восстанавливаю... Вот и славно, смерть для него слишком мягкое наказание. Так. Ну, опыт того стоит, слушай. Шипастый клубин, череп. Ну-ка, отправить на тот свет. Отлично, свежие дрова для костра. Сол получил вдохновение. Чудовище смерть для него так. Да, отлично. Ух ты, вдохновение. Еще плюс 50 опыта. Оставить прикованного Бенрина сгореть. Свежие дрова для костра. Что? Сопротивляться тем... Какого прикованного Бенрина сгореть? О чем вы? Где он? Либо это какой-то баг, либо еще с чем-то связано. Я не понял. В общем, когда я его через диалог добиваю, там кто-то загорает. Че это вообще такое за приколы? Так, если я его просто атаку, то... А, блин. Он с первого удара еще не дохнет. На тебе! И еще раз. Опа! Все. Вот, теперь никакой вроде квест не возникает, что я там кого-то оставил гореть. Какая-то сломанная ловушка с шипами, нет саперного набора. Саперный набор нужен. Ну да. Опа! Лопата и холмик. Я слышу крики впереди. Нужно проверить. Только осторожно. Только лопату сначала, ну-ка. Одними руками здесь много не накопаешь. Ну-ка, лопата. Так. Сундук. Воровские инструменты, огненные янтарь и золото. Может мне в стелсе? Че там за крики-то? Ах, тут стелс такое себе тут везде. Вон. Где крики-то? Наверное, к воротам? Подожди, может наверх мне на самое вон прийти? Умоляю, впустите нас. Откройте, мать вашу, ворота. Не откроем приказ Зевлора. На нас гобльны вот-вот налетят. В чем дело? У нас на хвате гобльны. Открывай ворота. Зевлор, живо. Вы привели гобльнов сюда? А где друид? Некогда болтать. Открывай. А, давай Сера. Открыть ворота. Канон, нет. Твою мать, все в строй. Вот дрянь. Ну что ж, раз вынудил достать клинок, готовься его отведать. Так. Разведчики, занять высоты. Налетчики, в атаку. Воу-воу. Но тут уже можно сказать, что тут уникальные NPC в битве. И, конечно, в идеале, чтобы никто из них не умер. Хотя вот они за первый проказ уже пол хп тут сносят. Жуть. Так, ну я попробую. Но, скорее всего, Астриону силы не хватит, чтобы столкнуть гобльна отсюда. Это нужно больше силы. Я, конечно, попробую. Да, тут силы не хватает. Атлетики, точнее. Как я понимаю, у них damage dealer, вот этот багбер больше всего урон наносит. Попробую его как-то фокусить. Но, скорее всего, надо ролить, чтобы инициатива более выгоднее как-то выпала. Тут вообще 70% шанс попадания и промах. И вот это вот постоянно. Так, ну они тут херачат, капец, вообще. Херачат по полной программе. Чего же она сначала позицию не заняла? С нее бы выстрелил. О, получает поддержку. О! О, и я тоже баф получаю. Это хорошо. Они в горн поратрубили. О, вот это вот неплохой удар был. Разведчики, так, это то же самое. Херачат бузеров. Серпом и мечом. Рази их. Воу. На 11 урона и там многих задамаживают. Это крутой Уилл. Уилл Смив. Во, супер. Я, смотрите, насколько могу толкнуть эту гоблиншу. Она вообще туда полетит. Ну-ка. Да, господи. Это просто невероятно. 70%. Два урона? Ты че, прикалываешься? С такой высоты два урона? Пронзающий выстрел использую на вот этого Багбера. Нормас, глубокий ран он нанес ему. Значит, начинаю этим персонажем потихонечку спускаться. Вот сюда даже спущусь. Это его потом придурка вытолкну. Так. Ооо. Отравление наложили. Нихрена себе он в меня вметнул. Вы это видели? О, Гейл. Это будет интересно. Это пилум, причем его можно подобрать. Слушай, у меня тоже есть пилумы, причем им можно как в ближнем бою таковое-то метать. Так, Гейл, давай покажи класс. Давай попробуем громовую волну. Перекрыта цель? Че, серьезно? Да, там радиус 5 метров всего лишь. Ну вы даете, блин. Это только вот эту гоблиншу, например, могу. Она еще и отлетит охрененно. Но я вот того хотел бы фокусить, конечно. Ну ладно, эту гоблиншу все равно надо убивать. Давай ее тоже попробуем. Ооо, вот это вот было круто. Все, один прокаст. И ты... Ну вы поняли. Критический промах ненавижу. Но он еще раз ударил. Я думал после... Там же критический промах в чем-то его смысл. То есть потом либо атак не будет, либо там какие-то дебафы наложатся или еще что-то. Так, вот этого придурка бы надо. Много чего надо на самом деле. Направляющий луч можно. Там потом все равно прибал придется сделать. Битва серьезная. Давайте попробуем направляющий луч. Ооо, неплохо. Как тебе такой, Илон Маск? Все, он почти сдох. О, снова Астрион. Атака из-под тяжка. Союзник находится на расстоянии ближнего боя от врага, что позволяет вам атаковать из-под тяжка и нанести больше урона. Вау. Да, вот этого вот мы можем добить. Но мне уже даже жалко теперь использовать на вот этого. У него и так мало хп, он и так может сдохнуть. Я бы на коем-нибудь другого лучше использовал. А, ну вон, на варга можно. Цель вне обычного радиуса действия. Но можно подойти поближе к цели. Отлично. Вот теперь посмотрим. 11 урона. Я помню в раннем доступе у вот этого было несколько атак. Так, я никого не должен потерять. О. О, мощь. А мне опыт тоже дали? Да, 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 да. Так, добиваю этого мудака. Огонь. За него 20 опыта дали. Все, спускаюсь. Можно кому-нибудь баф дать. Блин, не дотягиваюсь. Лады, тогда передаем ход. Нифига себе он сбег... О, 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 распластанность. Нифига себе заклинания на меня применили. Так, ладно, подожди. Так, а если ведьмавской разряд на варга? Да как это? Я говорю, разрабы с обновлениями точно что-то изменят. И, вот, нормально. И мне потом будут челы писать в комментах, да ты чё, я этого босса на максимальной сложности замочил, блин, там, со второй попытки, с первой. Он вообще изишный. Он вообще изишный. Или там чисто, блин, сколько-то времени, когда уже все поймут, как это делать. Так, тут ещё последний гобль остался. В комментах таких много. Гениев. Ну, неплохо попал. А тут подскользнуться можно. Они тут маслом захреначили. Так, ну хорошо, Астрион. Давай, не разочаруй меня. Отлично. О, да ладно, уровень. Грац. Грацио. Я помню, в раннем доступе вообще медленно уровень шел. О, они слабого пытаются добить, суки такие. О, ещё один. Отлично. Последний остался, падла. Надо не дать ему уйти. Нихрена себе он метнул в меня. Исцеление. В Астриона. Побежда. Это был последний. А теперь все внутрь, пока ещё не набежали. Открыть ворота. Огонь. Так, Гейл, вставай. Не подскользнись. С моих башмачках. Так, давайте посмотрим, во-первых, что тут есть. Луки, воровское лакомство. О, свечка, кстати. Да, я там свечку забыл на корабле, наверное. Виртуальный посох. Гобельный щек. А почему это за воровство считается? Не понял. Преступление. Какие нахрен преступления? А-а-а. Слушай, подожди. Нет. Это, короче, баг. Это не может быть. Дохлый гоблин. Какого чёрта? Это баг, 100%. Я просто на секунду подумал, что, может быть, тех, кого они убили, нельзя лутать. Но я там посмотрел остальных, они тоже кого-то убивали. Это не единственные, кого они убили. И нет, их лутать нельзя. Ну, может быть, это так же... Может, я не понимаю, какой-то замысел. Скорее всего, это баг. Ну, ладно. Так, тоже тут всякая фигня. Короче, сейчас есть что-нибудь интересное, найду. Гоблин, драчун тоже не могу злутать. О, перчатки силы нашел. Ловкость рук плюс один. Щит. Так, потому что я сам вас снова ещё не злутал. Золото, пилум, моргенштерн. Кстати, надо пилум подобрать, который он метнул, падла. Тык. Есть. Так, здесь можно активировать ещё один рунный круг, чтобы быстрее потом перемещаться. И всё такое. Всё, его активировал, активировал огонь. Так, отсюда... Ну, отсюда явно... Слушай. А, прикинь, здесь какой-нибудь тайник. Ну, это... Слушай, а, скорее всего, здесь и есть какой-то тайник. Хрен его знает. Но это заклинание нужно особое. Скорее всего, заклинание левитации или как-то так от Гейла. Либо лететь кем-то за друида. Так, перчатки однозначно Астариону, потому что у него ловкость рук. Опа. Отлично. Стало семь, да? Была... Нет, была семь, стало даже восемь ловкости рук. Отлично. Ну, вот эту битву, то есть, вполне, вполне было реально затащить на максимальной сложности. Просто, то есть, для сравнения, да, вот с тем командиром Жалко, это вообще нельзя его сопоставить даже вот с этой битвой. Ну, эта битва, ну, такая как бы, нормальная такая, ну, я бы даже сказал, лёгкая даже. Вот, хотя, как бы, ну, как бы, ты тут продумываешь и ты понимаешь, что тут делать, то есть, ты вырабатываешь стратегию. Если у тебя что-то не получается, ну, то есть, с этим можно работать. А в битве с Жалком это вообще... Жуть. Жесть. На мой взгляд, это, прежде всего, разумеется, сюжетно-ориентированная игра, ну, тяжёлые битвы, как приятное дополнение. И, ну, то есть, без сохранений, без переноса, да, в параллельные вселенные тут вообще никак. Просто потому, что у тебя умрут персонажи, и, как бы, да, это допускается, окей, но так же можно слить и Шадоу Хат, да, чтобы её убили в самом начале, или Лай Зейль, какой-нибудь вариант ответа, выберешь ещё что-нибудь. И, то есть, всё это интересно посмотреть, пощупать, хотя бы в ближайшей, как бы, перспективе. А если кто-то из основных персонажей умирает, ну, без сохранения, это само собой разумеющееся, и ты просто кастрируешь себе сюжет. Просто это столько всего пропадает, на мой взгляд, в этом вообще никакого смысла нет. Зато есть большой смысл написать коммент под этим видео, ну, и, конечно же, не забыть поставить лайк.